На станции метро Гагаринская в преддверии новогодних каникул открылась картинная галерея. Более двух десятков детских рисунков украсили вестибюль. Тема, естественно, новогодняя. Писали картины дети работников Самарского метрополитена. И мы хотели создать такое новогоднее настроение. И у каждого из нас дома есть детские рисунки. И этой радостью мы хотели поделиться с нашими пассажирами и поздравить каждого жителя города Самары с наступающим Новым годом и с Рождеством. Кроме выставки «Зима глазами детей» за неделю сотрудники Гагаринской расписали стены вестибюля. Появились сказочные персонажи, Дед Мороз, лесные звери и, конечно, символы наступающего 23-го года – кролики. Пассажиры говорят – сразу поднимается настроение. Причем очень красиво в этом году. Вот на станции Московская очень красиво, на станции Российская камин сделали очень красивый. Так что очень красиво оформляют, каждый год причем. Это и настроение придает, и, во-первых, детские рисунки – это всегда красиво. На станции метро Российская появился уютный уголок с новогодней елкой, камином и мишкой на льдине. Пассажиры мимо не проходят, рассказывает станционный смотритель. Обязательно фотографируются на память. А в ночь на 1 января, когда пробьют куранты и метро закроется, работники подземки у камина встретят Новый год. Мы очень дружная команда, которая, в общем-то, в принципе, друг друга поддерживает. Мы точно так же встречаем Новый год здесь, на рабочем месте. Почему бы не собраться элементарно около камина и в 12 часов, и не поговорить, и не спеть какую-нибудь песенку около елочки. Семейные ценности, семейный очаг, теплые, задушевные новогодние вечера, красивые камина. Украшать станции Самарского метро стали с первых лет его открытия. А в последние годы сотрудники участвовали в конкурсе на самую сказочную станцию. Победители получали подарки от профсоюза. В этом году соревнования отменили, однако вестибюле от этого хуже выглядеть не стали. Даже наоборот, отметило руководство метро. Просто по-домашнему отнестись к этому и украсить каждую станцию с теплом и заботой, чтобы передать все это нашим пассажирам, чтобы они чувствовали себя уютно. Главная задача – это доставить радость нашим жителям и гостям города. Каждый из сотрудников, который принимает участие, вкладывает частичку своего труда и, соответственно, я бы сказал, душу, чтобы было красиво и уютно всем. Яркие стены самарского метрополитена будут радовать глаз пассажиров до Старого Нового Года. Сергей Кизоркин, Николай Пифанов. События.